12-летняя спартакеада учащихся России уже вовсю идет в Барнауле. На днях шахматисты начали свои баталии, а в эту среду в бой вступят и наши кикбоксеры. О подготовке и регламенте турнира поговорим сегодня в студии. У нас в гостях президент Федерации кикбоксинга Алтайского края Вячеслав Перерядов. Вячеслав Владимирович, день добрый. Здравствуйте. Ну что, финалы, спартакеады в Барнауле. Как это так получилось и насколько это почетно и престижно? Ну, соревнования российского уровня это всегда почетно и престижно. Помимо престижности и уровня, это большая ответственность, ну и, так скажем, возможность. Возможность показать свое спортивное мастерство дома, дома и стены помогают. Ну и возможность, конечно, представить наш регион, нашу малую родину. Также мы планируем гостей наших вывести на экскурсию, показать достопримечательности нашего города, знаковые места. Поэтому это и престижно, и дополнительные возможности показать наш город, нашу малую родину. То есть помимо спортивной программы будет еще и культурная? Обязательно. Давайте про нашу команду поговорим. Сколько файтеров будет представлять и что это за ребята? Ну, нашу команду представляет пять файтеров. Ребята достаточно успешные в кикбоксинге, занимают передовые позиции. Многие являются и чемпионами края, и призерами Сибири. Лидер нашей команды это Логачев Александр. Он является двукратным финалистом первенства России. Поэтому команда сильная, команда подготовленная. Ждем результатов. Какие регионы самые принципиальные на ринге у нас? С кем может быть уже есть такая хорошая спортивная борьба? К нам приехали 33 региона. Конкуренция в России достаточно на высоком уровне находится. Это, конечно, и Дальний Восток, это и Юг Сибири, это и Санкт-Петербург у нас, и Москва. Поэтому я не сомневаюсь, что на ринге и на татаме у нас будут достойные поединки. И пьедестал будет наполнен разными регионами нашей сильной России. Пять файтеров, да, вы сказали, будут представлять нашу сборную. Почему именно они? То есть как там проходил отбор, рейтинг? На протяжении всего года ребята выступали на разного уровня соревнований. Это и Сибирский федеральный округ, это и всероссийские соревнования. И по итогам выступления был составлен рейтинг по набранному количеству баллов. И в данном случае сформировалась команда из пяти файтеров Алтайского края. Ну и старт уже в эту среду. Какой регламент турнира, когда старт и где все будет проходить? Регламент у нас, собственно говоря, обычный, как на любых всероссийских соревнованиях. Соревнования будут проходить в спортивном комплексе «Победа». Сегодня, 5 и 6 числа, у нас приезжают наши участники, наши гости. 7 и 8 числа пройдут поединки. 7 числа в 12 часов у нас планируется парад открытия, который состоится именно в спорткомплексе «Победа», где мы расскажем непосредственно о нашем старте. Пригласим бойцов, участников СВО, которые тоже будут присутствовать на параде открытия. Среди наших спортсменов и тренерского состава есть участники СВО, которые уже вернулись с СВО. Поэтому у нас будет такое патриотически направленное открытие, где мы поговорим и о спорте, и о сегодняшних важных событиях, которые есть у нас в стране. Ну и поединки начнутся со стадии 1-8 финала и дальше 1-4. Да, абсолютно точно. Регламент достаточно сжатый. Напомню, что соревнования у нас будут проходить по трем направлениям. Это фулл-контакт, это поинт-файтинг, это лайт-контакт. Одна возрастная группа, это 15-16 лет. Поэтому соревнования пройдут в течение двух дней. Поэтому 1-4, 1-8 финала, 7 число. И полуфиналы, финалы. Это будет 8 число у нас в поединке. Многие, так сказать, ну, может быть, это грубо будет сказано, не до конца понимают весь масштаб и серьезность этой спорта-океана. То есть думают, ну, спорта-океана, как бы, такое рядовое мероприятие, скажем. Расскажите, что сюда приезжают файтеры, которые первые-вторые номера в своих регионах, их сборной России даже. Что это, на самом деле, многие сравнивают это как с переносом России, да, в случае вот с их возрастом. Ну, скажем так, спорта-океана – это всероссийский старт спорта-океана учащихся России. Поэтому в составе ребята лучшие, по факту, со всей нашей страны в данном возрасте. Еще раз повторюсь, что мы прошли определенные этапы, достаточно сложные. По итогам года, по факту, сформирован состав данного старта. Поэтому здесь, конечно, сейчас лучшие файтеры страны в этом возрасте. Поэтому, ну, очевидно, что соревнования пройдут на высоком уровне. И тот класс, который покажут спортсмены, ну, они… Он является наивысшим на сегодняшний день в стране. Спорта-океана уже 12-я. До этого наши спортсмены выступали на предыдущих олимпиадах. О, спорта-океане. Если да, то какие результаты? Мы участвуем, пожалуй, во всех соревнованиях, которые проводятся у нас в стране и всероссийского уровня, и регионального. Конечно, опыт участия в подобном старте спорта-океаны у нас был. Ну, на этом этапе не совсем успешный. Поэтому мы возлагаем надежды на домашний старт. Как говорится, дома и стены помогают. Поэтому наша команда готова, планово велась подготовка. Были и сборы, и старты. Поэтому ждем результата именно вот с этого старта, домашнего старта. Насколько психологически для спортсмена важно выступать на таких крупных соревнованиях, но в родных, иногда дома? Ну, вы знаете, любые соревнования – это очень важно и ответственно. Это шаг в развитие, шаг на пути к спортивному олимпу, так сказать. И поэтому эти соревнования не исключение. Безусловно, каждый спортсмен готовится к этому очень основательно. Поэтому идем к победе. Что дает победа в «Спартакеаде»? Вы знаете, как есть очень хорошая фраза в моем родном клубе «Стик» – «Мы в победу верим, победа – наша цель. И ты в нее поверь». Поэтому мы идем к победе, и цель наша – победить. А любая победа – это этапы развития к следующим, будущим стартам. Как раз у нас впереди новый сезон 24-25 года. Для Федерации Алтайского края он начнется с сентября. Первый старт будет в Белокурихе. Поэтому это очень серьезная подготовка для новых достижений нашей команды. Ну и вы знаете, что, конечно, чемпионат и первенство страны, который прошел у нас в 2022 году в Барнауле, дал очень серьезный импульс развитию кикбоксинга в Алтайском крае. За последние три года у нас появилось шесть мастеров спорта. И также вот такой значимый всероссийский старт, я не сомневаюсь, будет определенным трамплином для новых достижений команды Алтайского края. Барнаула уже принимал, да, как вы сказали, чемпионаты первенства России, да, сейчас финалы спартакиады. Возможно, в каком-нибудь скорейшем будущем кикбоксинг, какой-то международный турнир, чтобы здесь на Алтайском крае проводился? Ну, мы с вами видим, что доверие со стороны высшего руководства Федерации и Министерства, оно у нас есть, и это не только благодаря высоким спортивным достижениям, но это благодаря тому, что руководство видит достаточно высокий потенциал организационного плана, да, в нашей команде. Команда действительно слажена, и на сегодняшний день готова проводить не только всероссийские старты, но и международные. Поэтому будем работать дальше, и надеемся, что когда-то высшее руководство нам окажет доверие, и на нашей родной земле, на малой родине мы встретим и международный старт. Значит, что Барнаул уже готов. Мы к этому готовы. Все, надо обращение будем потом записать. Ну, и пару секунд назад вы затронули следующий спортивный сезон, да, для Федерации кикбоксинг Алтайского края. Начинается в сентябре. Какие дальше по плану соревнования, турниров, ну, из таких из крупных, из серьезных? Ну, в этой части у нас есть календарь, который формируется на год, да, и в рамках этого календаря также на системной основе есть соревнования как краевого, регионального и российского уровня. Соответственно, мы пойдем по этому плану, по плану календаря, и на 2024-2025 год нас ждут краевые соревнования, региональная Сибирь и Россия, конечно, чемпионаты первенства страны, на котором формируется сборная команды страны. Напомню, что на сегодняшний день у Федерации кикбоксинга Алтайского края два первых номера в сборной страны, именно во взрослой сборной страны. Поэтому для нас тоже это очень серьезное достижение, и мы, конечно, делаем все для того, чтобы закрепиться во сборной, ну и расширить, так скажем, состав наших представителей, наших ребят во сборной страны. Напомню, что вот буквально несколько месяцев назад у нас еще одно достижение, повышение, и это для нас большое доверие. Александр Владимирович Бирюля стал помощником старшего тренера сборной страны. Это, еще раз говорю, большое доверие, ну и дополнительные возможности, возможности расширить наш состав и на сборах, и в составе сборной России. Поэтому потенциал есть, работа ведется, и не сомневаюсь, что мы точно укрепим наш успех и покажем динамику. Давайте тогда пару слов про Александра Владимировича, что он стал помощником главного тренера. Какой у него сейчас будет, так сказать, график работы? Будет ли он чаще пропадать где-то не в Барнауле, а на сборах? Или все же здесь будет такая плановая работа выстроена? Ну, знаете, это в любом случае, конечно, большой рост. Рост именно потенциала и компетенций тренерского состава. Это серьезная возможность, возможность, как я уже сказал, представителям нашей команды участвовать в составе сборной страны на сборах. Это действительно очень серьезный рост. Это, ну, сами понимаете, пройти сборы в составе лучших и первых, и вторых, и третьих номеров сборной страны, ну, то есть в составе сборной команды. Это, конечно же, серьезная поддержка и возможность нарастить свой потенциал именно в профессиональном плане. Поэтому для нас, еще раз говорю, это серьезный шаг в развитии нашего вида спорта, наших компетенций, ну и возможность, конечно, улучшить результаты. Поэтому Александр Владимирович, не сомневаюсь, является очень компетентным тренером. И мало того, мы получим опыт и от тренерского состава, который работает со сборной, ну и не сомневаюсь, что внесем свой вклад. Потому что Александр Владимирович воспитал достойную плеяду чемпионов в Алтайском крае, все мы об этом знаем. Поэтому его опыт, его знания, я думаю, что помогут поднять уровень сборной России. Ну, я думаю, это еще один такой мини-шаг к большим международным соревнованиям, да, что все увидят, что у нас сильнейшие файтеры, сильнейший тренерский состав, огромный опыт в организации турниров, я думаю, вся эта система сработает. Да, команда, это вот основной посыл, о чем я хочу сказать. На сегодняшний день в Федерации кикбоксинга сформирована профессиональная сильная команда, готова к вызовам, к работе, к новым стартам и, безусловно, к новым достижениям. Ну что, Вячеслав Владимирович, вам спасибо большое за беседу. Наше время так вот быстро пролетело, но к большому, сожалению, не подошло к концу. Напомню, что первые поединки у файтеров будут уже в эту среду и поддержать наших спортсменов можно будет в спортивном комплексе «Победа». Ну и по традиции любите спорт и он ответит вам взаимностью.